Добрый день, уважаемые коллеги! В частности, в целом, большой деятельности, направленной на защиту советского наследия, на борьбу с русофобией и антисоветизмом. Я хотел бы познакомить представителей средств массовой информации с графиком тех основных мероприятий, которые будут проведены в связи со следующей очень важной, знаковой для нас датой. Это 30-летие восстановления деятельности Коммунистической партии в России. Буквально вчера здесь, в стенах Государственной Думы, была открыта выставка, она проработает в течение всей недели на площадке Государственной Думы. Открывал ее лидер нашей партии, нашей фракции, Игорь Андреевич Дюганов. В открытии принимали участие руководители всех политических фракций, действующих в Государственной Думе, и председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. Вслед за этим мы проведем 14 февраля Всероссийское партийное собрание. Его масштаб будет определяться тем, что проводим мы его в режиме видеоконференции. Подключены будут все регионы, большая часть местных комитетов. Это будет большой, важный, интересный и содержательный разговор о том, какой путь прошла партия за эти 30 лет в изменившихся тогда, в конце прошлого века, принципиально в условиях для нашей деятельности. Партия из положения правящих перешла в состояние оппозиционной силы, ведущей оппозиционной силы российского общества. И 30 лет доказывает свое право быть этой оппозиционной силой номер один. Впереди много новых больших задач, и об этом мы тоже будем говорить, используя данную юбилейную дату. Мы об итогах Всероссийского партийного собрания на следующий же день проинформируем общественность, используем для этого возможности и ресурсы российских средств массовой информации. С этой целью мы 15 февраля на площадке агентства ТАСС проведем пресс-конференцию. Руководство партии будет готово не только изложить свою точку зрения, но и, как всегда, ответить на вопросы журналистов, на вопросы представителей средств массовой информации. Следующий день, 17 февраля, станет днем торжественного вечера, который будет организован в Доме Союзов, колонном зале Дома Союзов. Легендарный зал, тесно связанный с советской историей, зал, который помнит выступления Ленина, Сталина, других руководителей советской эпохи. Мы проведем своего рода отчет перед партийным активом, перед нашими союзниками, сторонниками, перед всем российским обществом о том, что было сделано за 30-летие и о наших планах на ближайшее время. Уже через два дня, 20 февраля, отправится следующий 105-й конвой на Донбасс с площадки совхоза имени Владимира Ильича Ленина. Он приурочен к двум сразу годовщинам, это и 33-е восстановление нашей партии и предстоящая спустя несколько дней годовщина образования советской армии и военно-морского флота. Эта дата тоже для нас является принципиально важной датой красного календаря и ее наша партия будет отмечать во всех российских регионах. Одновременно фракция КПРФ в Государственной Думе участвует в том плане деятельности, который в парламенте выстроен. Мы сегодня проводили заседание фракции, определились по поводу ближайших правительственных часов. Как известно, среди тех, кто посетил Государственную Думу, будет и Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Мы используем его очередное выступление в Государственной Думе для того, чтобы поднять несколько тем, вопросов, на наш взгляд, исключительно злободневных. И один из таких вопросов – это тема использования русского языка в современном мире. По некоторым данным, по некоторым экспертным оценкам, с 90-го года за вот эти 30 лет пространство русского языка в мире уменьшилось практически вдвое. Хочу привести некоторую статистику. Она связана с проведением в 1989 году, проведением последнего полноценного всесоюзного референдума, всесоюзного опроса населения, переписи населения СССР. Данные были такие. Вот тогда, на момент последнего периода существования СССР, хорошо в совершенстве, свободно владели русским языком. Граждане Советского Союза, относившие себя к украинцам – 56%, казахи – 60,5%, молдаване – 54%, 53% грузин, считали, что они свободно владеют русским языком, 47% армян, 64% латышей, 34% эстонцев, 24% узбеков, 28% туркмен. Сегодня ситуация на пространстве СНГ, конечно, лучше, чем во многих других странах, в частности, чем в странах Восточной Европы. Мы имеем такое положение, когда картина выглядит очень пестрой. В Белоруссии русский язык является вторым государственным. В Казахстане и Кыргызстане он объявлен официальным языком. В Таджикистане – языком межнационального общения. В то же время есть и тревожные тенденции. Например, с одной стороны, в Казахстане действует Конституция 1995 года. Как раз в соответствии с этой Конституцией русскому языку гарантируется использование наравне с казахским при организации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. В то же время, в 2007 году введено в действие указом президента, действие программы, три единства языков. В частности, содержится положение о том, что документ направлен на создание условий для равноценного использования и изучения казахского, русского и английского языков. В Молдавии буквально за последнее время на наших глазах ситуация изменилась. С одной стороны, парламент попытался придать вновь русскому языку статус официальной нормы, что он является межнациональным языком Молдавии. Но 21 января прошлого года Конституционный суд Республики Молдавия данную норму отменил. И теперь органы госвласти в этой стране обязаны использовать исключительно молдавский язык в своей деятельности. Мы, конечно, понимаем, что такого рода проблемы не решаются только на уровне Министерства иностранных дел, но поэтому мы и считаем, что приход Сергея Викторовича Лаврова – это серьезный разговор, вдумчивый для всего депутатского корпуса на эту тему, и для определения подходов, как мы будем решать эти задачи, особенно теперь, когда в мире пытаются отменить русскую культуру, русский язык и русских вообще. Надо, безусловно, усиливать работу на этом направлении, механизмы и формы есть. Они неоднократно звучали на парламентских слушаниях, круглых столах в Государственной Думе. Нужно придать этой деятельности новое дыхание. Второй момент, который очень важно учесть для укрепления влияния России в мире – это состояние нашего дипломатического корпуса. Надо не забывать о том, что в 90-е годы деятельность господина Козырева под руководством Бориса Ельцина привела к тому, что мы сократили свои дипломатические представительства во многих странах, а в ряде стран, в частности, африканского континента, эти представительства были закрыты вовсе. Но сегодня многие эксперты совершенно оправданно, доказательно говорят о том, что так же, как в 21 веке это столетие стало нынешнее веком Азии, так следующее столетие, 21 век во многом станет веком Африки, которая уже поднимается, начинает разрабатывать свои природные ресурсы, изучать их. Там много нераспечатанных кладовых. Только в России и на территории африканского континента есть такое количество природных ресурсов, которые еще не использованы. Не использованы разведанные, и есть прогнозы о том, что еще больше неразведанных ресурсов. Это усиливает роль Африки в будущем. И сегодня и Соединенные Штаты, и Китай стремятся работать в странах африканского континента. Но многие руководители стран Африки проявляют особый интерес к контактам с Россией. Поэтому появились новые форматы России и Африка и на уровне исполнительной власти. И несколько лет назад тот международный парламентский форум, форум парламентаризма, который организовала Государственная Дума прошлого, привлек сюда огромное количество парламентарий в разных странах. Но лучше всего были представлены парламенты африканского континента. Здесь приехали прежде всего председатели парламентов, а не заместители или другие руководители делегаций. А то, что в рамках международного форма парламентаризма этот формат Россия и Африка появился, здесь особую роль сыграла как раз фракция КПРФ. Это была непосредственная инициатива председателя фракции Геннадия Андреевича Зюганова. Поэтому мы сейчас видим, как во многих странах российские посольства, российский дипломатический корпус сокращается. Часть дипломатов, высланных из Соединенных Штатов Америки, из стран Европы. Мне лично приходилось встречать ребят, с которыми я знакомился, когда они работали в российских посольствах за рубежом, а мы бывали там с официальными делегациями. Они сейчас ищут в Москве работу в различных министерствах, находят ее, поскольку являются специалистами высокого уровня, имеют хорошие связи, имеют хорошие знания иностранных языков. И поэтому они, конечно, востребованы. Но мне кажется, что нужно сделать так, чтобы они работали по специальности. А для этого нужно расширение в штатах наших дипломатических представительств, консульских служб в других странах, прежде всего в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Ну и, наконец, если мы говорим о международном сотрудничестве, о перспективах России на этом направлении, то из всех парламентских партий, а вчера Вячеслав Викторович говорил о том, что только две парламентских партии были представлены во всех созывах Государственной Думы, это КПРФ и ЛДПР. Так вот, вряд ли какая-то из политических партий по своим наработанным международным контактам сравнится с Коммунистической партией Российской Федерации, ну хотя бы потому, что левое движение в мире остается сильным, востребованным своими народами, и левые партии действуют во всех практически странах. Да, вес и представленность их разная в органах Государственной власти, но популярность достаточно высока. Есть система международных встреч коммунистических рабочих партий, форумы в Сан-Павлу и другие, которые помогают левым силам вырабатывать общую позицию при формировании своей политической линии. Только что, как известно, визит Шольца в Бразилию не помог подвигнуть левое правительство этой страны, непосредственно в Лу-Ул-де-Силу, к тому, чтобы поддерживать бандеровский режим в Киеве, поставок военных туда не будет. Такова же позиция Аргентины и многих других стран, многих других государств для власти. Находятся левые президенты, левые правительства, и парламентское большинство находится в руках левых сил. Убеждены, что возможности работы, сотрудничества, союзничества для России с различными странами и государствами во многом лежат на поле расширения солидарности с левыми силами в разных странах. Спасибо. Продолжение следует...